Трудности заставляют людей, как правило, больше и активнее работать мозгами. Пробки заставляют водителя задуматься о вечном и пропустить авто, выезжающее из квартала. Штрафы за непропускание пешеходов заставляют, в конце концов, снизить обороты и быть внимательнее. И надо понимать, что средняя скорость перемещения по городу – это 15-20 км в час. А на 1000 рублей можно купить и 50 литров бензина. Если постараться, еще раз напомню, сейчас начался банковский расколбас в столице нашей родины и крупных мегаполисах. А там количество просроченных кредитов – это не 100 тысяч, как в Магнитогорске. То есть и банки, и страховые истерить будут ну не 10 месяцев, как у нас это точно. А вот когда вы поймете, что распродажа машин 2008 года закончится, а 9-й завозили только под заказ, и в 2010, который начинается через 3 месяца, тенденция останется прежней, то сумма от 10 до 30 тысяч долларов плюсом за достойные авто наверняка охладит пыл у лихачей и торопыг. Лихачи, торопыги и понтяры – это те, ну для меня лично, кто, нарушая закон, наглухо тонирует авто. Вроде с законом писано черным по белому – не тонировать ни лововое, ни переднее стекло. С чем мы сталкиваемся сейчас на дорогах города? Ну, в настоящее время проводится всероссийская операция талон-тонировка, то есть выявляем автомашины, которые затонированы. Это ухудшает видимость на дорогах водителю. Ну, правилами дорожного движения тонировка стекол запрещена. Передних и водительских и пассажирских? Обовой и водительских и пассажирских должны быть чистые стекла. А задние? А задние пассажирские можно затонировать? Да, это разрешается при наличии двух боковых зеркал. Что светит человеку, которому ничего не светит, в смысле машина затонированная? Ну, за это предусмотрен административный штраф в размере 100 рублей. Это единовременный штраф или человек может ездить в течение месяца, эти штрафы накапливаются каждый день, накапливаются, в итоге это не 100 рублей? А внутри тысячи получается? Да, за каждое нарушение предусмотрим штраф в 100 рублей. Попадется пять раз, значит, пять раз будем составлять протоколы на него. Да, и на техосмотре придется штрафики-то все-таки оплатить? Да, при прохождении техосмотра машина считается неисправной с тонированными стеклами. Тема другая и не менее актуальная – пешеходы. Их наделили правами передвигаться по пешеходному переходу, не обращая внимания на движение. Да, конечно, штраф в 30 долларов или 1000 рублей весьма серьезен. Но серьезно, давайте хотя бы обращать внимание на скорость потока машин. Не каждый автолюбитель может предпринять экстренное торможение. Вы хотя бы посмотрите на движение и подождите разумную дистанцию. И это знание абсолютно необходимо донести и до детей ваших. Итак, прошел тот напряженный летний период, когда дети залазили под колесом. Каков результат? И если этот результат будет не очень радостным, мы обязаны это сказать? По итогам семи месяцев в нашем городе в результате дорожно-транспортных происшествий было травмировано 39 детей. Что соответствует, в принципе, уровню прошлого года. Однако наиболее напряженная обстановка на сегодняшний день наблюдается в Ленинском районе. Количество ДТП с участием детей возросло и составляет 11 человек. Причем в апреле месяце один ребенок погиб под колесами автомашины. В прошлом году подобных ДТП в Ленинском районе зарегистрировано не было. С чем это связано? С потенциальным разгильдяйством и неграмотностью родителей? В принципе, если говорить конкретно про Ленинский район, то в большинстве случаев в дорожно-транспортном происшествии с участием детей, дети являлись пассажирами автомашин. Это либо дети, не пристегнутые ремнем безопасности, либо дети, сидящие в автокресле и, опять же, не пристегнутые ремнем безопасности. То есть чисто вина получается в родителей? В большинстве случаев именно так и получается, потому что конкретно в Ленинском районе, допустим, всего лишь два ДТП, в которых дети пострадали по собственной неосторожности из общего количества дорожно-транспортных происшествий. А картина, которую мы сейчас наблюдаем на наших дорогах, очень удручающая. Дело в том, что очень часто приходится видеть, как мама и папа буквально тащат за руку своих детей в тех местах, где не разрешается переходить проезжую часть дороги или же на запрещающий красный сигнал светофора. То есть получается, что в школах мы детей учим, как правильно переходить дорогу, а родители одним своим, может быть, поступком просто перечеркивают всю эту работу. Ну, к слову о школе. Началась школа. Что рекомендует делать ГАИ? В связи с проведением профилактического мероприятия «Внимание, дети» предлагаем всем водителям присоединиться к акции «Свет» и при передвижении в дневное время суток включить ближний свет фар, чтобы быть более заметными в общем потоке транспорта.